всем здарова ребята с вами ремонтяж в общем сегодня у меня на столе вот я купил 4 блока питания 4 блока питания всех их объединяет следующая вещь они одинаково стоят практически разлет всего 200 рублей то есть в районе 3000 рублей у них цена и второе это современные блоки питания на 400 ватт 400 450 неважно они интересны тем что мощность их 12 вольтовой линии достаточно чтобы в принципе запитать почти любой современный компьютер да с видеокарты вплоть там до rtx там 2070 5700 xt вот это вот они способны запитать с процессором в паре который потребляет до 100 ватт теоретически естественно так делать конечно не нужно но теоретически они способны и на это а что говорить уже о среднебюджетных пока уровня где видеокарты стоят там 1660 вот это вот все да тут вообще на изи и без проблем можно ставить такие блоки питания я знаю что у некоторых шок мол как так в компьютер 400 ватт блок он что офисный дело то что вся это вот это вот шелуха про блок питания 600 ватт в игровую сборку пошла со времен еще давних когда по старым стандартам от x вся мощность расходилась там чуть ли не в равных пропорциях на линии 12 вольт 5 вольт и 33 отличие современных блоков в том что у них почти вся мощность идет на 12 вольтовую линию именно поэтому сейчас для игрового пока даже 500 ватт это вот уже с запасом не знаю с каким поэтому четыре модели за одну цену посмотрим нет ли там кое-какого обмана почему вообще ролики от решил сделать недавно корешку корешу собирали компьютер неважно подробности посрать нужен был блок питания самый дешевый что можно только адекватный какой-то да там бюджет всего компьютера 8000 рублей поэтому не спрашивайте короче и нужно он был здесь и сейчас сегодня магазин работал в тот день только один днс на в общем отправил я как бы как добропорядочный гражданин выставил фильтр активный pfc это один важный параметр отличающий современные блоки от древних и мощность 450 ватт то есть расчетная такая была что по 12 вольтовой там было 370 ватт к пк у него потреблял 230 короче за глаза все окей он приносит блок все классно я открываю там нет активного pc там банки стоят в параллели там еще полный трэш творится как оказалось компания dns опять обосралась да ну полагаю что именно она дело в том что это блок компании deep cool был deep cool d и самое-самое дешевое не путать с да да а это норм такие бюджетные блоки а тут был д е именно я уже брал когда-то д ей там был активный пи все действительно но этот блок был с припиской в 2 то есть компания deep cool указала что это уже не тот блок это другой помните да своих сами от аэрокула была проблема когда они не поменяв название полностью изменили начинку так вот проблем это как раз таки в компании dns которая просто с чистой совестью на взяла описание от блока deep cool d и 1 версии без приписок и воткнула его ко второй который по сути является вообще абсолютно ничего общего с ним не имел 1 до и это был неплохой бюджетный блок на китайских кондерах платформа cvt там был активный пи все нормальный кпд короче говоря можно взять под дешевую сборку там до спокойно уже работают они вот у меня у нескольких человек стоят они уже по третий год у одного идет получается да никаких проблем особенно если нет жестких дисков как в этом случае было проблем вообще никаких нормально китайские кондеры кстати это не всегда плохо смотря если они там заводские да какие-нибудь типа и же x с ними чуть ли не половина сабвендоров работает то это одно дело а другое дело какой-то совсем непонятный голимый китай короче говорят тут тоже все не так это однозначно но сегодня эти блоки я взял они уже стоят не так дешево то есть там андрюхи взяли тут блок стоил 2200 рублей вот эти стоят 3100 начинаются и заканчиваются 3300 представители следующие чиф тег чиф тег серия тпс 450 с да вот он поставляется у нас вот в таком пакетике уемный вариант то есть нету кабеля в комплекте второй вариант вот такой вот недавно кстати у сплайна такой был только на другую мощность это кулер мастер мве 450 бронза даже сертификат бронза кстати а тут есть у него сертификат да тут тоже бронзовый сертификат но вот далее у нас идет кугор в tx 450 по моему да то есть он по моему 450 ладно не помню сейчас тоже 80 бронза но они все бронзовые как оказалось да я уже не помню точные критерии выбора но видимо я это учитывал тоже еще раз говорю сертификат сам по себе он не столь важен он лишь показывает кпд но опять же это косвенный показатель того что это современный блок вот это важный момент и как бы странно это не казалось четвертый блок оказался be quiet и для меня это действительно странно потому что он стоит ровно столько же как и остальные да у него 400 ватт вместо 450 подожди а эти все что ли на 450 ладно разберемся это не суть важным стоимость одна 50 ватт разница это не так фатально давайте вскроем их и посмотрим нет ли у них какого обман и я сразу говорю что каких-то тестов не ждите это слишком долго сделать хороший тест блока питания просто вот по себе знаю это как минимум пару дней вот прям чтобы вот ништяк все было а тут их 4 естественно я лишь так поверхностно глину нет ли где такой подставы как с дипкулом но тут подстава не от компании дипкул от компании dns это именно они обосрались со своим описанием короче говоря ладно давайте вскрывать уже блоки питания ну давайте начнем вскрывать с чифтека потому что он уже вскрыт лол да окей давайте значит проводочки у него вот такой вот длины не знаю измерять мы их не будем специально но можно их просто подставить друг другу чтобы примерно понять ну то есть принципе для нижнего расположения блока питания их так в натяг скажем должно хватить как бы не не супер прям классно но должно хватить да без проблем за задней стенкой пропустить можно у него значит в из важных моментов сразу же будем про важные говорить видеокарта подключается 2 по 8 пин через перемычку еще момент про блок питания помните историю кто смотрел ролик про rtx 2080 там я говорил что видеокарта выключалась что проблема в этой перемычки что перемычка рассчитана только на 150 ватт они на 300 из-за этого она вырубается да я оказался не прав в очередной раз обосрался до проблема оказалась совсем не в этом проблема оказалась в моем блоке питания сисоник дело в том что странная особенность я заметил что только с ним она вырубается а почему я в ролике сказал что мол это помогло того что я распутал провода короче не поверите но против блоки питания сисоник имеют уникальную проблему несовместимости с этой видеокартой из-за того что блок слишком умный он как-то отслеживает обратные пульсации из-за того что это видеокарта вот именно rtx 2080 от nvidia имела их чуть больше чем было заложено в этот блок питания сразу говорю никакого общего стандарта нет то есть это и не косяк видеокарта это скорее косяк блока питания так вот из-за того что он отслеживал эти пульсации видел в какой-то момент слишком большие их и отрубал всю систему и знаете что помогло за я замотал сука фольгой провода вот что помогло это просто шок реально то есть я нагуглил эту проблему у людей совершенно с другого блока сисоник с другой видеокартой и как же я был в шоке когда мне это помогло ну конечно отчасти помогло опять же что я провода распутал отчасти что я фольгировал у входа короче да то есть вот такой какой-то небольшое там минимальное снижение пульсации все привело в норму поэтому до беру свои слова обратно видеокарту 300 ватную можно теоретически повесить не очень это конечно хорошо но можно ее повесить и она будет работать если провода толстые если вам видеокарта работать не в разгоне все это дело в принципе работать будет так что касается толщины проводов здесь они сейчас маркировку поищу насколько я правильно понял 80 градусов 300 вольт 18 решеточка 18 вг полагаю то есть это хорошие толстые провода и они в принципе я не вижу чтобы где-то схитрили а нет подождите-ка вот здесь носота провода потоньше ну-ка так а тут маркировка есть какая-то сразу нашел косяк оем поставки смотрите загнутый molex немножко ну ладно это в принципе мелочь я даже подумал сначала что он сплавленный нет это физическое воздействие что интересно на проводах от sata а нет вот подождите я нашел маркировку да здесь 20 то есть тут 20 вг а вот эти силовые 18 вг нормальное решение чефтек они всегда умели грамотно экономить в принципе я считаю так что касается он блок питания здесь все в порядке сразу вижу на две вещи заглянув блок питания сразу вижу две вещи это активный pfc на месте и это блок компании cvt у чефтека по-моему два основных уем поставщика это сиртека cvt не важно вот есть люди которые делят блоки питания по качеству от их уем поставщика мол вот там не знаю fsp cvt хорошо а эндисон плохо по факту говно делают практически все у cvt есть отвратительного качества блоки да то есть самые нижние да особенно важно оснащение как уем поставщик как это блять как это сабвендор точнее какие используют конденсаторы и прочее на этой же платформе то есть это имеет значение а сама платформа она это вы поняли то есть не это не мерило поэтому что cvt что сертек они оба есть варианты очень качественные есть и такие себе посредственные скажем так так давайте вскроем блоки только для того чтобы глянуть производителя конденсаторов не более того так как на нормальное тестирование все равно надо время вот я не могу сейчас и не хочу этим заниматься прощай пломба как всегда это больно пломбу срывать сорян короче наговорил на камеру часа она оказалась не писала поэтому давайте теперь все еще быстрее итак самый первый я вскрыл чифтек в общем то сразу что можно сказать входной фильтр на месте активный пи си на месте значит диодный мост 400 а 806 гб у без радиатора напомню что отличается наличие радиатора и без него отличается пропускаемый из него сила тока да то есть дата шитах есть раздельные графики для варианта с радиатором и без него в общем банка у нас здесь входная стоит капсконовская 400 вольт 80 85 градусов и 220 микрофарад в общем то все силовые элементы у нас получается в горячей части на одном радиаторе зеленая оплетка нам говорит что это у нас cvt до сам поставщик групповая стабилизация у нас естественно да да и и и и и конденсаторы фильтрующие это ченг икс ченг икс провода тут конечно мешает но примерно можете хотя бы оценить количество там электролитов да примерно хотя бы так тупо но да ладно в общем вот такой вот блок нельзя сказать что говно бюджетный нормальный жить работать будет номинала кстати у него следующие а где у него здесь указано то есть 408 ватт 34 ампера по 12 вольтовой линии входное напряжение где-то оно было вроде указано от 115 до 230 ну вот понятно то есть да так вентилятор вот имеет вот такую вот маркировку если кому-то важно и заметил вот небольшой момент такой срад и здесь этот фартук который перекрывает часть да ну так это мелочь просто заметил что он колхозненько выглядит следующий блок который я разобрал был у нас кугар до кугар vtx 450 но что тут можно сказать он сделан уже немножко посерьезней вот такая вот у нас маркировка на вентиляторе если кому-то интересно провода у него сразу скажу у него лучшие провода то есть все в оплёточки да все 18 абсолютно тут не стали экономить даже на вот этих вот которые для питания sata и да и устройств и даже здесь в кололе 18 avg провода вот такие же как и силовые провода самые лучшие все черные все в оплётке тут вообще все ок и молодцы значит часть сетевого входного фильтра у нас получается спрятана вот здесь вот за этим экранчиком да видите вот там вот у нас и дроссель большой здесь элементы у нас такие в изоляции у нас диодный мост имеет свой радиатор опять же это говорит о том что он будет работать в своем максимальный номинал возможные заявлены в дата шит их это опять же плюс на месте у нас активный пи все элементы вот сам радиатор кстати у нас и вот это силовых и посмотрите он намного более жирный нежели на варианте от чифтек здесь он попроще конечно этот радиатор входная банка тут у нас стоит элитовская 400 вольт 85 градусов и 270 микрофарад да то есть вот элит это в принципе даже у нас по моему не китай это тайвань да то есть хоть и простенький но тем не менее неплохой фабричный тайвань так значит групповая стабилизация как видите и фильтрующий конденсаторы у нас типа типа 2 200 микрофарад 16 вольт вот этого 12 вольтовая линия полагаю на вот ну и собственно как видите он уже намного более серьезный этот блок питания как и по проводам так и по начинке даже по упаковке а стоят они одинаково заявленные кстати у него следующие характеристики 12 вольтовой линии 422 35 ампер то есть чуточку больше входное 100-240 да то есть вот такие вот у него характеристики значит следующий у нас блок питания был это был кулер мастер мве да провода у него уже следующего уровня даже да видите они плоские но тут следующая компоновка силовые мощные провода которые у нас на видеокарту и процессор питает они у нас идут 18 вг сейчас найду маркировку так вот маркировку нашел вот они 18 а что касается вот этих сата они чуточку потоньше и они у нас идут так вот вам видно 20 правда чуть потоньше опять же такая же история как в чистейке то есть для сата сделали потоньше но нормально опять же на разумной экономии но на кугаре не стали экономить даже на этом однако сам то блок оказался еще круче да вот такая вот характеристика вентилятора кому нужно смотрите во первых что мне сразу первое бросилось в глаза это экран экранирование проводов да вот эта вот штука она экранирует для снижения пульсации проводов сразу же это говорит о том что этот блок делался не на отвали да то есть тут как-то серьезный подход был то есть пытались сделать качественный блок молодцы на далее что у нас тут вот такой же экран металлический смотрите сделан отделяющий фильтр тоже интересное решение не видел не вижу в нем какой-то острой необходимости но однако молодцы что это сделали вот такие вот мелочи так фильтр весь у нас распаян у нас есть значит диодный мост у нас на своем радиаторе достаточно мощным отдельным до активный пи все на месте кстати даже его дроссель достаточно крупный чуточку крупнее чем у предыдущих блоков так входная банка у нас здесь стоит так сейчас давайте где мы ее увидим так ну по разрезу вижу что это тоже элит или 330 микрофарад 420 вольт да это же 85 градусов чуточку лучше чем в предыдущем блоке от кугор а там что там тоже элит был да вроде здесь или ты там элит опять же в этом плане все кстати обратите внимание на компоновку даже вот основной трансформатор выглядит немного непривычно для меня да то есть это я не знаю cvt это или нет напишите кто шарит я-то колхозник сам в блоках не шарю но вижу что сделано все очень даже прилично и что интересно тут у нас идет уже дисси дисси преобразователи то есть по схемотехнике этот блок выигрывает у предыдущих двух у которых групповая стабилизация то есть они более примитивно устроены здесь все намного серьезнее но очевидно что так кстати дальше за конденсаторы у нас здесь стоят по моему это по моему это тоже или сейчас просто другой серии сейчас попытаемся поймать момент где ага ну вот собственно вы увидели надеюсь да то есть это тоже или других серий просто то есть все конденсаторы у нас элит элит это напоминаю вроде как тайвань фабричный неплохой то есть да если их сравнивать там с каким-нибудь ничеконами конечно они хуже по качеству но тем не менее как для среднего блока вообще отлично вообще хорошо то есть вот этот блок пока что мне нравится больше всего он самый такой современный самый такой по схемотехнике продвинутый и как-то все старательно тут сделано да молодцы провода у него хорошие и естественно у него самые лучшие характеристики в плане отдачи то есть вся 12 вольтовая линия 450 ватт как и заявлено 30 с половиной ампер входное напряжение также 100 240 вот как бы ну вот так так и собственно последний блок из четырех это у нас биквайт биквайт сразу же скажу провода у него один в один словно как у кубера взяты да то есть во первых нигде не сэкономили то есть даже на сота идет 18 в g то есть все толстые провода как силовые так и на сота термоусадочки даже вот эти похожи ну короче как у кугора и провода естественно вот у кугора и у биквайта самые лучшие вот здесь они сказать чуточку на граммулечку похуже но здесь схемотехника лучше далее что сам из себя представляет этот блок у него вот такой вентилятор едет лун по моему один в один маркировка как и у чифтека кстати для меня это было удивительно я потому что думал что биквайт он типа свои вентиляторы ставят ну не знаю в общем вот имейте ввиду у него вот такой вентилятор так что касается самого блока также вот у него часть фильтра вот здесь вот спрятана за экранчиком таким у него стоит самый конченый ну из этих четырех неправильно сказал просто самый скромный скажем так диодный мост без на радиаторов своего 406 гб у что интересно кстати даже радиатор умудрились покрасить то есть этот блок стильный даже внутри смешно бесполезно но тем не менее это имеет место быть банка входная 85 градусов 270 микрофарад а производитель у нее тебя по 400 вольт 270 микрофарад в общем да вот такие вот у него номиналы как и в случае с кулер мастером у него идет раздельная стабилизация да то есть dc-dc преобразователи они реализованы по-другому но суть собственно у него та же а вот и что можно еще сказать по выходным фильтрующим конденсатором также тиапа и если взглянуть вот так их на общее количество ощущение что их чуточку больше чем у например чифтека да ну в общем да вот такой блок вот все четыре вам показала еще номинал и номинал у него следующие у него так как общая мощность у него 400 ватт у него только 384 ватта на 12 вольтовый да то есть 32 ампера на две линии поделено входное напряжение у него тоже самое узкое всех предыдущих 200 240 то есть он только под европу ну я думаю вы уже и так поняли что победителем однозначным является за учитывая что все они стоят одинаково по крайней мере вот я их купил за одну цену биквайт кстати был самым дорогим а эти вообще на сто рублей различались самый лучший кулер мастер однозначно это самый лучший блок из всех что есть ну вот ну и на второе место я бы поставил наверное кугор естественно да и замыкающая так сказал бы ну тут это проигрывает просто мощностью потому что биквайт лупит деньги биквайт продает свои продукты дороже и поэтому за те же деньги только 400 ватт ну вот в общем как то так ну что ребят вот такой вот поверхностный осмотр блоков у нас получился понимаю что это не полноценный тест поймите что такие видосы особо никто не смотрит поэтому сделать нормальный тест это два дня надо на каждый блок и в целом согласитесь что даже вот такого поверхностного осмотра уже достаточно чтобы понять какой блок вы бы хотели взять а какой нет ну подводя итоги что можно сказать ну наверное что чифтек самый худший вариант из этих четырех не то что он прям говно нет вполне блок будет работать нормально там все ну по минимуму скажем тогда но у него в комплекте нету кабеля питания он поставляется в оем варианте да то есть как бы это его минус и также если я не ошибаюсь я на тут напишу на экране точно у него гарантия два года тогда как у остальных блоков три года гарантии ну и провода у него стрёмные к тогда как у остальных они черненького цвета да то есть исключительно внешне а по толщине и по качеству проводов нормально то есть провода у нас учив тека и у кулер мастера по толщине одинаковые но у кулер мастер это плоские черные провода и они просто более эстетичнее будет смотреться по схемотехнике и по мощности самый лучший это кулер мастер он на первом месте все 450 ватт на 12 вольтовой линии он уже сделан более современно там до всякие мелочи продуманы опять же напоминаю что стоят они все одинаково даже даже кулер мастер не самый дорогой из них однозначно я бы выбрал бы его также вполне себе неплох кугор единственного на групповой стабилизации да то есть по схемотехнике он немножко уступает но вот однако в целом все сделано качественно несмотря на провода у него напомню даже нас а так как и убег во это самые лучшие там тоже 18 вг ну и big white он понимаете он в целом то неплох но он проигрывает в первую очередь потому что мощность у него ниже остальных то есть за те же деньги а точнее он самый дорогой 3 300 по моему стоил мощность самая низкая 384 ватта но при этом он тоже вполне себе очень даже неплох но вот опять же на фоне вот этих конкурентов за те же деньги я бы лучше взял их но и он неплох но в общем надеюсь помог вам так сказать определиться с выбором где-то и помните что вот такой вот блок он современную среднюю систему вполне вытянет там где шестиядерный процессор скажем там не знаю разен 3 600 а и 5 9 400 ну сейчас новый уже выйдет за блокированным множителем который их в паре с видеокарты там вплоть до rtx 2060 ставьте смело вот прям смело да то есть это у нас видеокарта 160 160 ватт потребления и процессор меньше 100 ватт да то есть в районе 80 это получается что пиковая максимально вообще возможная в этой системе будет 300 ватт и то это нихрена не будет это нереалистичная ситуация где у вас и проц полностью загружен и видеокарта и у вас там куча накопителей в общем 300 ватт это как бы такое расчетная максимальная мощность пиковая по факту будет где-то 200 мотаться и так как здесь 12 вольтовая линия предоставляет 400 плюс это соответственно говорит о том что этот блок вполне себе будет работать и даже с некоторым запасом поэтому смело его берите вместо всяких 600 ваттных дешманских моделей я не говорю что именно эти блоки только стоит брать например от у чифтека еще вот не так давно мы димон убрали на протон протон бдф 500 ваттный он стоил этих же то есть денег практически там 3300 и при этом он был уже и помощнее и там сертек у него полностью все кондеры были по-моему тиапа то есть хорошая вещь но сейчас вы такой не купите был хороший блок от гигабайт опять же тоже из продажи исчез то есть я взял вот то что было в продаже и именно мощностью ниже 500 ватт то есть 450 400 ну то есть вы поняли также если очень захочется вам да напишите мне я могу сделать все таки какой-нибудь один блок с подробный тест например вот тот кулер мастер вот он не больше всех из этих четырех понравился конкретно ну или может быть вам хочется самый дешевый блок увидеть в тесте да как он себя проявит ну вот напишите что вам хочется не знаю рассмотрю если будет активность достаточно может быть и сделаю это просто игру серьезный тест требует много времени я выпаю все кондеры замерю их отдельно да то есть емкости у них проверю посмотрю вообще какие-то mosfet и как стоят что где как почему его замерю мощности температурный режим шум и все вот это вот напишите очень ребят надеюсь вам эта информация была хоть сколько-то полезно на сегодня у меня все о кстати кстати а как насчет такого дебильного гуманитарного теста небольшого у меня вот есть вот мой компьютер 2 до который скоро у меня станет основным у него тут стоит этот как его называют забыл ксас ксас 600 ватт вот и стоит видеокарта rtx 2080 ти вот это шок да на самом деле все работает вполне себе сносно но а что если поставить 450 ваттный кулер мастер в эту систему ваши ставки как тут будет процессор тут 120 ваттный зион то есть он работает с анночным труба бустом 12 ядер 24 потока памяти тут 32 гига сейчас две плашки сняты но не суть 32 гига памяти и rtx 2080 как его каковы ваши ставки запустится ли вообще то есть не уйдет ли в защиту сразу же или в игре уйдет защиту или стресс-тест и уйдет ли вообще в защиту то есть я запущу именно фурмарк который заставит пожрать видеокарту как не в себя да так запускаем все как видите видеокарту у нас работает на полную ну она в стойке правда без разгона разгон я убрал так работает все система работает и мы его сворачиваем и по запускаем дополнительно еще нагрузку на процессор дадим то есть сейчас у нас идет стресс-тест процессора по системы памяти целиком да и видеокарты которые тоже работает на максимум ну надо же блок питания не взрывается смотрите стоковая видеокарта rtx 2080 ти то есть самая мощная самая прожорливая потребляет 260 ватт в пике процессор данные в разблокированном виде вот как вы можете видеть он уперся в теплопакет и выдает 3200 мегагерс частоту ну и жрет он 120 ватт я также это могу показать его в самой аиде так компьютер датчики так вот пожалуйста типе пегейдж видите не выходит за рамки 120 ватт и того считаем 120 плюс 260 то есть 380 ватт про память правда я говорю что 32 но по факту я две плашки не стал ставить но поверьте мне память потребляет просто дэцл там буквально ватт 510 это на максимум и один ssd накопитель все пожалуйста то есть блок питания он даже не разогнал нормально вентилятор то есть он как крутился еле-еле вот вы слышите писк наверное но это писк вот и от этих двух засранцев до которые портят нам всю малину но дай бог с ним вот собственно так вентиляторы кстати они подключил надо тоже давайте их подключим так для полноты картины так включается у нас контроллер так все подключил я контроллер то есть теперь у нас в системе еще плюс 4 корпусных вентилятора но еще раз вам говорю гадалки не ходи все это будет работать то есть допустим 400 ватт сейчас система потребляет блок рассчитан на 450 то есть у него еще есть 15 процентный запас и кроме шуток так можно оставить его daily на постоянку и он будет нормально работать потому что это качественный современный блок на 450 ватт ну в общем то вот такая вот история так для наглядности да это и это еще в грелке понимаете то есть это не не существующая ситуация не бывает такого чтобы и процессор у нас был загружен полностью и видеокарта обычно у нас в игре процессор особенно такой мощный он будет грузиться на половину всего лишь все рассказал помните что блоки современные на 450 ватт это конечно здорово но самое главное берегите себя и своих близких